Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Придумал какую-то такую штуку и привез к себе группу европейских ученых Европейские ученые посетили Кстати оказалось, что Петербуржец, я думал он москвич Приехали, он им что-то там показывал, показывал, рассказывал Они им что-то возражались сквозь против перевозчика А потом кто-то, человек, который судя по всему там не был Которого никто не знает, выклал меморандум Насколько это очень важно То есть Петрик говорит, что ему удалось при помощи графена Получить так называемую Холодную эмиссию электронов Есть горячая эмиссия электронов, знаете, да? Это когда нагреваешь катод до очень высокой температуры Или анот, что там, что-то мне нагревают Вот, в лампах используются Катод, наверное И из него начнёт прилетать электроны Эти электроны идут, соответственно, уже тогда Соответственно В противоположную сторону сквозь вакуум И в них законом они не выполняются В этой системе И у нас оказывается так, что это имеет определённого рода важные следствия Но для этого надо вам электрон очень сильно нагреть Для того, чтобы электроны спокойно из него полетали Вылетали из этого металла И происходили всевозможные эти эффекты Ну, первое, что бросается в рассказе Петрико Что начинается видео с того, что какие-то две пластинки Какого-то непонятного мокного вещества Тёмного цвета Прокатываются между два маленького тисков И что-то с ними там такое происходит После этого Он ставит тоже серию экспериментов Одна из них состоит Что он показывает опять какую-то жидкость По-моему, света синего И говорит, что вот Если поваренную соль нагреть до высокой температуры То она придёт в жидкое состояние А мы типа научились делать Что какой-то аналог Электролит какой-то То есть мы прямо говорим Что электролит Какого-то Какого-то Значит, такой, который будет жидкой При нормальном состоянии Он берёт После этого Две Две таких пластинки Каждый проводит по крокодилу Между ними Кладёт вот этот самый Электролит Синего цвета И после этого На амперметре у него появляется ток Он говорит, что вот это Холодная эмиссия электронов Потом работает таким образом Пластинки вот этого Коричневого вещества Они Если они одинаковых размеров То тока нет А если одна меньше другого То ток есть Он говорит, что это холодная эмиссия электронов Электролит между ними Да 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 Я хочу сказать То простое Соображение Высказать Которое мне бросилось С глаза Я не заметил На самом деле Что Как там Проградуирование Было Скала в амперметре Но в комментаторе Говорил, что там не наноампера Да А я видел, что это шкала Она действительно дёргается И уходит чуть-чуть дальше Нуля Чуть-чуть отклоняется То есть токи там очень маленькие Я это видел Но готов комментаторам поверить Что там наноампера Проградуирована Каким-то образом И здесь Как бы кажется мне Никакого удивительного Эффекта нет Можно поставить Вот простой элементарный Эксперимент с картошкой Взять два Железных гвоздя Каждому нацепить Пококодил И между ними Поместить светодиод Если мы втыкаем в картошку Эти два гвоздя На одинаковое расстояние То у нас Светодиод не горит Потому что картошка То есть никакого у нас Эффекта понятного не происходит А если мы один гвоздь Втыкаем на большое расстояние А другой гвоздь Втыкаем скажем На несколько миллиметров То у нас там действительно Пойдет ток И светодиод загорится Что здесь происходит Они работают Как обычная батарея Ну допустим Можно даже У меня жалко нет Крокодилов Светодиодом Можно было в домашних условиях Свободить Такую же электрохимическую реакцию Есть пищевая фольга Есть полотенце Которую Раствором соли Делаем Туда погружаем Насыщенный раствор соли Сверху засыпаем Активированную мутру Кладем один электрод На уголь А второй Приключаем фольги И тогда Точно так же У нас пойдет Электрохимическая реакция В чем она состоит Тем что у нас есть Соль Натрий хлор Она в растворе Разделяется на Натрий и хлор Но хлор Путешествует Путешествует С личным электроном Который он забрал Натрия И когда этот хлор Подходит к железному электроду Происходит реакция железа И она образуется Феррухлор 3 Когда феррухлор 3 Происходит То есть это вещество Образуется А электроды То у каждого хлора Были лишние электроны Эти электроны Идут по проводам И у нас возникает ЭДС Определенного рода Когда она не происходит Когда у тебя два гвоздя На одинаковое увеличено У тебя происходит Одинаковое процент Образование электронов И тогда У тебя тока Никакого не будет А если один гвоздь На большое расстояние Другой на маленькое Получается То есть с большого гвоздя Большее количество электронов Сколько концентрации На другой концентрации Гораздо меньше Проходит по потоку И ЭДС у нас возникает Этот гвоздь можно померить Он будет Наверное Достаточно небольшим Но говоря Что вполне достаточно Светодиод зажечь Это простейшая Эдрохимическая реакция Которая каждый Проходит По сути В средней школе И это Казалось бы Здесь Никакой Неграфен То что называют Это Судя по всему Обычный графит Тот самый Который Два куска Графита Среднее электронов Обычная батарейка Каждому Из них Прикреплен Крокодил И сквозь него Идет ток Простая Элементарная Вещина Почему она Недоступна Калашникову Или кому-либо Еще Кто Наблюдал Я просто Поражаюсь Но Здесь Интересно Не это Интересно То что Петрик В данном эксперименте Выступает Не как Мошенник То есть Он выступал Как мошенник Все было бы просто А проблема Состоит в том Что он Рассказывает Что у него Здесь Происходит Какая-то Реакция Совершенным Образом Искренне Что А про Аккумулятор Написал Совершенно Искренне И точно Так же Забавно Позиция Максима Калашникова Который Тоже Он должен Знать Подобного Рода Вещи И средней Школы Он же У нас Блогер Патриотической Направленности Мы раньше Всегда знали Что патриотизм Является Последним Прибережем Негодяя Ну действительно Если человек Закончится Негодяем Противить мир Он ничего Не остается Но все Что он Остается защититься От мира Который Довлет Что это Негодяй Это встать На позицию Патриотизма Там же Смысл Другой Нет Именно Такой Вы сказали Что Когда одеваться Некогда Уже Негодяю Единственное Куда он Может пойти Это Стать Патриотизм Ну а я что сказал Нет Мы ведем В хорошем Смысл Что Хорошо Что туда Пойдет Потому что Есть место Куда можно Негодяю Привиться Да В смысле Я не Скорляю Патриотизм В каком случае Я говорю Что Когда человек Нет выхода Он Тогда Он Возвращается Здесь Очень похоже Что Патриотизм А Петрик С точки зрения Калашникова Великий И непризнанный Русский Ученый Становится Не только Пробежищем Негодяя Но еще Является Просто Пробежищем Негодяя Идиота Потому что Та реакция Которую Он показывал Ученым Она настолько Простая Элементарно И она настолько Бросается в глаза И она точно Должна работать Но что Хоть бы человек Если бы на месте Петрика Хоть чего-то Понимал В физике Или чем-то еще Он бы никогда Постеснялся Такую вещь Людям Предъявлять Он ее предъявил Привезли этих Так называемых Ученых Потом Повезли По-моему На майбах Если я так понимаю То есть личная машина Из гаража Петрика И так далее И так далее Вот То есть Вот такое Простое сообщение Просто на простейший Эксперимент Который мне попался В глаза И который Имеет такое Самое простое Элементарное Объяснение Не прибегающее Никакого Ухречения Никакой Эхологии Неси электронов Не надо говорить Ни о чем Обычная Электрохимическая реакция Сейчас таких Лжи ученых Поговорит очень много А возможность Интернета Позволяет И всем Публиковаться И как бы Якобы Что-то там Доказывать И показывать Не знаю Я не знаю Видишь У Петрика Есть и Отрицательное И положительное Отрицательное Конечно То что Ну глупость Просто Вроде бы Как бы Выберет Откровенная Положительное То что Человек Искренне Проделил Людям Как в качестве Собственного Восемнадцать лет Этой проблемой Занимаюсь В качестве Собственного Открытия То есть С одной Стороны Есть Отсутствие Какой-то Эрикультуры Или что-либо Еще А положительно То что Он Этими Вещами Искренне Верит В то Что Он прав В смысле В том Что он Не мошенник Да Он Судя по всему Мошенник Там У него есть Еще такой Фильтр Петрика Который Вместе С Грозловым Они предлагали Внедрять Очень модная Речь Это Последнее время Кучу видео На ютубе Существовали По поводу Очистки Кока-колы Делаешь Опа Фильтр Присоединяешь К бутылку Кока-колы И она его там Фильтрует До бесцветной Жидкости И у Реально Многие Фильтры Его Буквально Фильтруют Остается Там Последний Городичка Белого Позрачного Света Она такая Густая Кока-кола Как и Психолог Вы знаете А у Петрика У него Особенность его Фильтра То, что Он первые Миллилитров Нормально Фильтрует А потом У него Практически Кока-кола К концу Идет К первому Литру Он же не Фильтрует Ничего Как Кока-кола Шла Так и идет Ты знаешь Что Фильтр Это дело Просто Песок Засыпать Нет Не Песок Будет Фильтром Понимаешь Непонятно Что у него Там было Непонимаешь Серебра Немножечко Там есть Фильтр Очень просто Дело Что ты Ставишь Активированный Уголь Сквозь Нем Пропускаешь Воду Чем Он Лучше Активированный Уголь И все А как Этот петли Стало Этим Шталеном Корреспондентом Или Академиком Каких-то Пяти Шести Академий Да Это очень Просто У нас На максимуме К концу Девеносток У нас Было В стране Около 300 академий 300 300 Академий И они Все были Все эти Академии Были Они Значит Эти все Академии У нас было Небольшие деньги Заплатить Все больше Я все Вспоминаю Хотел Такую же Речь Организовать Появилась Такая Невская Академия НОК Придумали Ну кто-то Наверное Из русских Иммигрантов Зарегистрировал И всем Нашим Российским Ученым Заслал Приглашение Плати 600 Доллар Так вот 95-96 Становишься Академией Кроме этой Академии По-моему Нью-Йорк Это же Американцы Просто Американская Академия НОК Нет Нью-Йорк 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 Нет Просто Какая-то Такая Организация Но Вы понимаете У нас Просто Статус Академия Санкт-Петербург Академия Я не знаю Была Академия Естественных Нью-Йорк 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 Может быть Есть Кто его знает Потом Это делают И они Тогда Когда выдавали Нам гранты От СОРОСа Многие Ученые Приходили В этот Фонд СОРОСа И просили У них Студологов Каждого На то Чтобы они Стали Академик Инклюзивной Академик И Я Тоже Получал Свою гранту От СОРОСа И надо Сказать Что Затутники СОРОСовского Института Это общество Ну как там Кто там Они Очень обижались Потому что Пахло Такой Основной Разводкой Но Это Наши Дикие Папуасы Для нас же Академия Академик Это Достаточно Высокое Звание В первую В очередь Потому что Сопровождается Большими Финансовыми Относительно Высокими Финансовыми Доходами У нас Наука Была Таким Образово Организована Что Министерство Науки По сути У нас Была Академия Наук Вот так Называлось И вот Петр таким Образом Стал Академик Там Пяти Или шести Академии Это не Словно Завербовал Каких-то Блогеров Типа Калашников Они Рекламируют Нашел Где-то Грызлого Снял Ты Рассмотришь Это Как Единичное Я В интернете Встречал Такие Ролики Где Чуть ли Не Профессор Института Старик Рассказывает О том Что Та математика Которую Преподают В школе Это Есть Ничто Иное Как Зомбирование Населения Старной Потому Что Умножение Которое Понимается Как Допустим Два Помножить На Три Равняется Два Сложить Три Раза На самом деле Неправильно Понимается Надо Понимать Что Это Два В степени Три То есть Два Помножить На Два Помножить На Два Помножить На Адресуются К тому Что Древние Арии Руссы Они Там По особому Считали У них Была Какая-то Особая Математика А современная Математика Это Специальный Способ Боман Я Хочу Тебе Сказать Что Это Не Сумасшедшее Сумасшедшее Какого-то Отдельного Человека А Возникло Сумасшедшее Все Культура С Я Хотел Сказать Что Какие же Примеры Как Носовский И Фоменко В истории И прочие Мне интересует Какая у тебя Фобия Следующая Русофобия У тебя есть Фоменко У тебя есть Нет Подождите Я просто Расскажу Я всем Рассказывал Суть вопроса В чем состоит Суть вопроса Стоит в том Что они Фоменко Носовская Они освободили Науку От такого Бремени Как Ответственность Как 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 Это Сказать Еще Как Экспертность Что Когда Человек Который Высказывает Как его Любые Взгляды Он Все-таки Говорит Это Не с Позиции Какого-то Своей Личной Точки Зрения А Все-таки Указывает На То Что Некое Сообщество В этом Сообществе Эти Знания Проверены Абробированы Обсуждены И прочее А Сейчас Разникло Много Таких Гениев В Калуфе Которые Пеняют На То Что Сообщество Их Не Понимает Что Истинное Там Они И Раньше Были Я Понимаю Они Было До Хрена Ты Не Знаешь В Советское Время Научные Институты Просто Забрасывали Писи Может Быть Кардинально Лучшие Индомиентальных Теорий Только Разница Состоит В том Что Раньше Все Это Было Как-то В Туне И Мы Об Этем Не А Сейчас Ну А Сейчас Ну Ребята А Сейчас Как-бы Это Все Давит На Общественность Потому Что Наивные Люди Все Это Слушают И Воспринимают Как За чистую Монету Что Вот Вот Истинное Это Знание Нас Обманывали Оказывается Причем Очень Много Помимо Этого Всего Окультных Лекций Каких-то Там Семинаров И Прочее То Где Люди На Это Просто Почти Клиника Несут Такую Ерунду А Конкретно За это Отвечает Формент Коснососа Нет Не Конкретно За это Отвечает Семинаров Или Закониси Самое Интересное Что Люди Хотят Чтобы Обман Они Готов Верить Да Дело Не в этом Дело Понятно Что Появились Эти Люди Я понимаю Да Я не хочу Ни Стандарт Если Не Стандарт Да Верят Люди Не Верят Не В Это Дело Нет Никакого Критерия Теперь Отличить Да Когда Человек Специалист Говорит Что Толковое Либо Говорит Какой-то Умелец Самоучка От себя Несет Как Человек Средний Человек Должен Ориентироваться На Пространство Допустим Знаниями Обладать Единственный Способ Базовыми Знаниями Поскольку Сейчас Люди Не Обладают Знаниями Все Что Нужно Общество Потребления Так Называется Люди Которые Слушают Всякую Чепуху И Этого Верят Потому Что Небадают Раньше Все Были Раньше То же Самое Раньше Все Было Всегда Вопрос Не В этом Состоит Еще Раз Говорит Второй Изнанкой Этого Явления Является То Что Отдельные Представители Научной Общественности Якобы В Кавычках Научных Возобнили Себя Супер Специалистами И Они На Вся Комментариях Везде Вылазят И Все Что Только Они Не Прочут Все У них Неправильно Все У них Крило Вот Только Они Знают Истину А Все Остальные Идиоты Придурки И Прочее И Это Причем Именно Характерно Для Русскоязычного Интернета Вообще Невозможно С ним Даже Дискутировать Невозможно Ты Просто По Определению Говоришь Ерунду Потому Что Он Он Про Себя Знает Истину Настоящую А Ты Несешь Ерунду Без 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 Выплыла Наружу Это Ваше Мнение А Мое Мнение На самом деле Что Существует Какое-то Странное Явление То Что Фейерамент Называл Пролиферацией Забрасывали Научные Институты Письма Ребята Ребята Вот Это Свалка Называется Что Вы Всех Говорите Давайте Я Выскажу А Потом Вы Скажите Ты Уже 15 Высказываешь Я Даже Не Высказывал Что Умните Говорите Что Вы Хотите Сказать Что Такое Пролиферация Понимаете Что Это Кстати Очень Похоже На То Что Ты Рассказываешь Ты Решаешь Некую Истину Какую То Все Пытаются Тебе Аргументы Ваши Вести Хорошо Нет Я Не слышал После Чем Валя Тебе Все Замолчали Ну Все Да Так Что Я Просто Так Что Если Был То Фирамин В свое Время Предложил Такую Идею Что Все Сойдет Что Для Цели Развития Знания Науки Как бы Такая Идея Пролиферации Что Давайте Как бы Проплодить Разного Рода Знания Неважно Религиозное Научное Окультное Это Все Неважно Важно Что Из Котла Многообразного Мы Накопим Что Нем Потом Вырастет Вот Такая Была Идея Я боюсь Что Вот Эта Идея Сейчас Воплотилась В жизни Реально Реально Сейчас На самом Деле Знание Как Оно Есть Настоящее То Самое Что Мы Гордились Научным Знанием Его Уже Из Конгломерата Того Что Навалено На Людей Его Уже Не Выбудит Никак Уже Никак Не Важно Научного Знания Нужно Соответствующим Источникам Обращаться К научной Литературе К специальным Сайтам Интернета Да Подожди Вот Татализатор Россия Хороший Пример Научное Это знание Вот он Есть Он Работает Или Он Не Работает Они Говорят Работает Другие Говорят Что Это Ерунда Другие Говорят Нет Это Мы Проверяли Все Это Так Ну Что Ты Каким Научным Источником Чего Опелировать Верить Этому Так Это Или Не Так Вот Пришел Леонид Маслов Пророк От Бога Он Говорит Что Бог Диктует Какие То Вещи На Самом Деле Бог Диктует Вещи Или Он Сумасшедший Или Он Проект ФСБ И так Далее По Каждому Вопросу Независимо От того Есть У меня Источники Или Нет У меня Источников Я Никак Не Могу Проверить Я Не Знаю Допустим Этого Знания Да Голосование Давайте Поголосуем Это знание Истина Кто За Поймем Как Больше Никак Если Не знаю Кстати Валя Говорил Много Раз Что Если Что Что Стоящее Действительно Близко К истине То И рано Или поздно Прорвется Это Кажется Так Может Утонуть Может Утонуть Нет Не Не Утонуть Всегда Хочется Верить В то Что На самом Деле Истина Рано Или Поздно Она Найдет Себе Путь И Проще Но Фактически Возможно Мы Живем В такое Время Что Будет Навалено То Мир Природится В такое Лоскутное Одеяло На самом Деле Мы На Мир Смотрим Сквозь Призмы Наших Теорий Наших Представлений О том Как Устроено Одна Теория Есть Другая Вторая Третья Их Не только Научная Их 500 И Вы Видите Мир Сквозь Призму Этих Маленьких 500 Объектив И Для вас Мир Это Просто Одеяло Лоскутное Научная Картина Мира Идея Состояла В том Главная Идея Чтобы Сделать Единую Представление О мире Создать Из мира Нечто Что Было Одно Общее Для Всех Но Сама Наука В своем Развитии В своем Движении Пришла К странному Состоянию Что Не удалось Ей создать Единую Научную Картину Мира Не удается Она сама Распалась На отрасли На дисциплины На мнения И все Сама Наука Развалилась В этом Отношении И Вместе С ней Как бы Повалилась Сама Идея Создать Единую Картину Мира Теперь Мы живем В лоскутном Мире Непонятно Да И как В нем Ориентироваться Это же На самом деле Проблема Существенная Как мне кажется И вот то Что рассказывает Игорь про Петрика Это просто Одно из явлений В череде Многих Этих Явлений И мне кажется Оно фундаментальное Явление Ну Тогда Ну а что Это явление Было Есть и будет Да Появился Интернет Отменили Значит Цензуру Там В Советском Союзе Да Там Нормоконтроль Там Корректоров Так далее Теперь Это Каждый Может что-то Там написать Ну и что Да Это несчастная Идея Я же сказал Про науку У нас Был Научный Проект Который Состоял В том Что Мы Рано или Поздно На Пути Науки Создадим Единую Картину Мира Которая Будет Объективной Для всех Значимой Да А Эта Научная Картина Вообще Говорю Эта Идея Она В каком-то Смысле Сплотила Человечество В нечто Единое Теперь Эта Картина Научная Мира Единая Не Удаётся Она Захлёбывается Она Погружается В пучину Псевдотеории Каких-то Безумных Представлений О каких-то Там Ящеров Да Людих Ящеров О каких-то По пустой Земле Полу Земля Полу Луне Там О черте А Чёрта Инопланетян О черте А что 50 лет 100 лет Не понимаете О чём я говорю Всё это было Но всё равно Была генеральная линия Которая называлась Наука Которая указана У кого Была генеральная линия У вас Лично У вас Не было У нормальных Людей Была Все понимали Что говорили Вот это Научно Или не научно Был критерий Если не научно Значит Как бы В этом-то Весе вопрос Где Как критерий Определить Понимаете У вас нет У важен Критерий Понятно Лично У вас Нет Критерий А вообще Был Такой Критерий Критерий Научности Вот давайте Критерий Научности Простая Тематика Верификация И фальсификация Вам be Вот Это критерии научности частности. Вот критерии научности или практичности. Вот у нас был один вокзал в Варшавске. Нет, не так же. Хорошо, вот пример. Где вы определите критерии? Был один вокзал в Варшавске, его уничтожили, построили другой, Ладожский вокзал. Где тут критерии научности, обоснованности? Приведите, пожалуйста, не обоснуйте. У меня обоснования нет, я сдаюсь просто. Сразу сдался, выпал. Так, а что тут, это что, не научный, что ли? Да, это научный. Вот и у вас тот самый интернет, просто от вас видно, взятый человек. Ну да, вот, кстати, даже и Путин выступал, он говорил об истории, в частности, в своем искреплении, что у народа просто крыша едет уже, все учебники по истории различные в школах. Поэтому должна быть генеральная линия какая-то, как бы официальная линия. Но вместе с тем, в этих же учебниках будут напечатаны всякие альтернативы. И наши талантливые учителя истории, они донесут до слушателей, что здесь официальная точка зрения, а есть, как бы, вот всякие там разные интересные точки зрения, на которые можно обратить внимание, можно их придерживаться. Но вместе с тем надо учитывать, что есть еще официальная точка зрения. Вот это хорошие выходы для науки. То есть должна быть какая-то официальная точка зрения. Есть два критерия, так сказать, научности. Это внутренняя логичность теории и ее соответствие опыту. Вот и все, как бы. И при чем есть официальная точка зрения? А если, так сказать, так получится... Полая Луна, это подтверждение экспериментов. Какой-то спутник ударился в Луну. Американский. Американский, да. Если бы он стоял несколько часов. Да, никакого. Это опыт, пожалуйста. Все логично. Егория должна быть... Земля можно многими опытами, а не одним. Ну, это просто, я тебе говорю, что... Наверное, и другие опыты есть, почему Луна пола. Ты дырку там посвердите, на ней должен сидеть на пол. Послать тебя туда с дырью, и ты, наверное, там докажешь, что она пола. Так что, этот критерий... Чего Стаса-то обязательно? Это сам поезжающий. Этот критерий, как бы, действует для многих, понимаешь? Для многих вещей, которые... Для многих безумных теорий. Например, теория о том, что среди нас живут это человек и ящеры. Очень много роликов показано, что как показывается, да? Там замедленные съемки, там показывается, как у человека глаза моргают, не как у нас сверху вниз, а сбоку, как вот, кладутся. Понимаешь? И это... И целое есть направление. В американском, там, вот, ютубе особенное. Ну, вот, а что говорить-то, ну... Про помпов... Или, допустим, берем... А что, а Петрик, это же то же самое. То, о чем говорит Бог. Ну, это же такая же ерунда. Нет, я просто вам говорю, что очень... Да, а про эти, как они называются, там? Я, как бы, в шумерах еще был в свое время предсказание... Как они называются, там, люди-то там специальные какие-то... Что инопланетяне пролетали на нашу планету и в свое время инопланетяне, это нашей планетой владели. Да, мы были рабами, люди были рабами. Они там, на этой планете разрабатывали золото, там... Ну, что ты всем примером сказал? Я утверждаю, что вот эти два критерия, которые я сказал, позволяют, так сказать, разделить глупость от правды. Ну, не позволяют, как показать правду... Какие? Улат назвал другие два критерия. Какие два критерия? Я сказал, внутренняя логичность и подтверждение на опыте. Я говорю, это... Эти критерии, например, в современном... И, ну, ладно, это очень хорошо. Ну, потому что, потому что многие теории не отличить на этом основании, наученные и не наученные. Конечно, если два эксперимента, там, один-два эксперимента поставить, то не отличишь, а если их поставить, там, двадцать или... Ну, хорошо, миллиард поставить, да. И что, и все население для Земли теперь должно экспериментальным путем... Да дело не в этом. Вот взять историю. История. История, тогда не наука в твоем смысле? В один смысле, да. Да, ну, вот, молодец. Выкинули историю. Биология, наука. Биология, наука. Каким образом? Каким образом? Проверяется, если на опыте... Ну, а как проверяется? Иногда не проверяется. Есть какой-нибудь урод у него, какой-нибудь, это, супер, там, не знаю, два сердца, там, и что... Так, а что... А ты говоришь, такого быть... Нет, а ты, я говорю, что утверждаешь, что есть два сердца, а ты говоришь, что не может быть такого. Ну, например. Нет, ну, ладно, ну, зачем утрировать уже? Ну, действительно же, почему тут возник спор, да, там, что... Где критерии оценки этой научности, да? Да, просто... Да, да, какие... Ну, еще раз говорю, что на основании... Вот один, допустим, полетен... Критерий недостаточно этих. На основании этих критерий, многие теории, которые нам покажутся безумными, точно так же будет на ум. Просто в логички, не поднять пример хоть одной. Подожди, я же тебе сказал. Нет, нет, здесь просто, на мой взгляд, логическая ошибка. Вы просто о разном говорите. Ты говоришь о критерии научности, как для ученого, понимаешь? А Булат говорит о критерии научности вообще для широких масс. Как в чем разница? Нет, разница, критерий научности, он один для всех. Нет, нет, во-первых, на самом деле, широкие массы никакие эксперименты ставить не могут, и они доверяют. Да, а ученым говорим, почему не ставим? Ставим эксперименты. Ну, какого эксперимента поставили? Да, любой, начиная с ребенка и начиная, значит, там, тыкнулся, там... А, не попал, там, ключом, о, сюда попал. Я могу сказать, что я на опыте могу доказать, что существуют черти и эти, и аргивы. Потому что в моем опыте... Да, ну, ваш опыт будет так... Нет, нет, я просто... И многие люди докажут, что на опыте они существуют. И что, это будут критерии для научности? Не, ну, что у нас не существует на опыте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!